Константинович, привет! Очередное письмо. Вот много тем у тебя посмотрел, хороших тужных, но тем волшебнику с ВКС плодов еще не было. Я сразу срегировал, я занимался только морозостойкостью. Оставная попытка. Это так бывает, знаете как, изучали цепную реакцию, оказалась атомная бомба. В одном случае Киросима, а в другом случае мирная вполне атом в виде атомных электростанций. То есть занимаешься одним, получаешь варианты. Дальше он пишет, будет время, я думаю, что это будет интересом многим. Открой секреты и возможные варианты. Как например, допустим, привил сладкий сорт, дождался проглашения, а сахара мало, а кокос последствий. Как быть, как улучшим. Вы помните вариант, который, так сказать, подчеркнул именно Мезинов. Мезинов. Привел эту самую, на сливу абрикос королевский, испортил вкус. Ну не совсем, но вкус стал хуже. Вот так вот. Я говорю, идеальных не бывает. Вкус посредственный, зато настолько хуже. Вкус великолепный, зато настолько хуже. Ну куда ты денешься? Вот поэтому специально этим не занимался. Поэтому я взял и вас поправил. Правильнее возвращение вкусовых качеств. Желательно прививками. Ну а дальше 225 минаров. Пожалуйста. Здесь получилось один яркий пример у меня. На сине Яковлеве первый урожай был молодой дерево там. Вот первый урожай. Вот такие вот игрушки были. Вот такие вот кривые, грабатинки похожи на эту, на запятую. И вот такого размера. Я не привилечу, да? И что вы думаете? Я он срубить собрался. Ну тут у меня были уже скелет привитой лады. Пожалел. А потом с следующего года уже нормально пошли. Лад или виноваты? Но сейчас у меня Сеня Яковлева в ходе в первую тройку самую вкусную грушку. Так. Здравствуйте, Валерий Просвитивович. Есть желание про левосековский персик и абрикос? Нет описаний по сортам. Если есть возможность посоветовать на ваше усмотрение, я только начинаю садоваться. Живу на северо-запад перского края. Мне интересно, чтобы деревья были высотой не более трех метров. Вот. Знаете, ребята. Сейчас мне надо будет, видимо, остановиться. Видимо, мне надо остановиться. Сейчас. Я так не хочется это делать. Я опять много не рассказал. Так. Что мы делали? Прошел час восемнадцать. Пол вебинара я все-таки провел. Дальше я не могу, иначе будет еще хуже. Я должен остановиться. Юрий Владимирович, брат, пожалуйста, звони мне через каждые двадцать минут, ладно? Пока я не скажу, что все в порядке. Вот. Все. Первый раз я сломался на двести двадцать пятом вебинаре. Может, полежал бы, остановился, но уже ждать не будете. Ой, как жалко. Так все ждет. Сейчас посижу минутку. Я не придуряюсь. У меня все схвачено, уже проинструктированы помощницы. Чтобы детей кормить надо. Детей обдевать, обывать, учить, воспитывать. Значит, все. Что не так? Пусть продолжают косточки. Вам хотя бы косточки продавать. Хотя бы косточки. Ну, черенки. Так. Все, ребята, я отключаюсь. Я прошу меня простить. Жизнь продолжается. Я даже не забыл, что сказать вам. Пишите косточки, не пожалеете. Все. Останавливаю трансляцию. Пока. Брат, проследи за мной, пожалуйста. Позванивай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok